Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на рынке акций. И в гостях у меня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор». Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте. И Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инновационной компании «Реком Траст». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Как настроение? Боевое. Боевое? Это радует. Уважаемым слушателям, я напоминаю, что вы можете позвонить нам в студию, задать вопрос гостям. Телефон 6510-99-6, либо свой вопрос облегать на сайте финам.фм. Ну, вопрос, а то и свое видение текущей ситуации на рынке, а то и пожелания какие-нибудь. Давайте, кстати, глянем на эту самую текущую ситуацию. Итак, что происходит у нас сейчас на финансовых рынках, поскольку американцы открылись. Ситуация следующая. Индексы американского фондового рынка «Доу Джонс» чуть ниже 0,5%. СНП-500 в той же динамике снижается меньше 0,5%. Значит, РТС практически в нулях, минус 0,1%. ММВБ минус 0,02%. Боже мой, все сегодня спали, что ли, я так понимаю. Да, именно так. Именно так. Ну, я надеюсь, вы хотя бы проснулись. Ну, да. Нам бы спать некогда. На работе. Не до сна. Рынок акций наших, собственно, отечественных. Да, голубые фишки преимущественно разонаправлены, ну и в пределах тех самых 0,5%. Посмотрим на сырьевые рынки. Бренд, мне кажется, уверенно держится выше 100. Да, 101,90 за баррель золото теряет по сравнению с открытием, да, чуть меньше 0,1%. 1589 за унцию текущая котировка. Ну, и евро-доллар. Кстати, вот за час до нашего эфира, он был ниже 1,22, сейчас 1,22,30. Уже, видимо, какое-то там движение пошло. Вот. Здесь есть движение, а там нет движения. Ну что ж, друзья мои, давайте расскажем, поговорим, попробуем сформулировать. Что происходит на рынках в целом сейчас, Наташа? Ну, сейчас в целом на рынках мы не видим каких-то значимых колебаний. Индекс ОМБ застыл вблизи 1400 пунктов. Вблизи данной отметки торги на российском рынке уже проходят довольно долго. И вот индексу никак не удается выйти из такого тренда там 1380-1450 пунктов. Из диапазона, да? Да, из этого диапазона. Если бы рублевый индикатор вышел бы, либо там вниз из данного диапазона, либо, соответственно, ушел бы выше, то тогда, я думаю, что на рынке сформировалось бы хоть какое-то движение. Потому что сейчас нет ни движения, ни торговых объемов. В принципе, вот участникам рынка сейчас торговать довольно сложно, и жизнь их сейчас не сладка, скажем так. Ну, не сладка, потому что им хочется заработать, да? Конечно, хочется заработать. И при таких незначительных колебаниях, вот сегодня индекс ОМБ в течение дня, он там колебался в пределах 10-15 пунктов. Это крайне маленькие колебания, и, соответственно, тут скорее можно говорить о торговле роботы, там, МТСки, но явно не участники рынка, совершающие операции даже хотя бы в течение дня. Это как бы крайне маленькие колебания, и поймать их очень сложно. А в чем дело, Олег? Что происходит? Ну, на самом деле, происходит довольно такая уж и привычная для российского рынка вещь в последние годы. И июнь, и июль, летние месяцы, они традиционно являются достаточно вялыми на рынке. Ну, дело в том, что объемы торгов, к сожалению, оставляют желать лучшего. И если в прошлые годы эти объемы хоть как-то могли поддерживаться какими-то внешними факторами, относительно неплохо их поддерживали и рынки нефти, и рынки металлов, то есть сейчас, даже несмотря на то, что цена на нефть выше трехзначного уровня, в общем, для иностранных инвесторов всегда такой хороший звоночек в пользу покупать, когда нефть выше 100. Но мы, на самом деле, говорить о том, что она закрепилась выше 100, на мой взгляд, еще очень преждевременно. И инвесторы, по сути, понимают, что если российский рынок в целом будет развиваться так же, вести себя, как он вел себя до этого в течение какого-то времени, ниже уровня цены по бренду уровня 100, то инвестировать туда, по большому счету, довольно рискованно. И заметьте, что даже цены на металлы, причем даже и безотносительно к российскому рынку, вообще на мировых площадках цены на металлы, последнее некоторое время, когда мы видели такое, назовем так, резкое снижение цены на нефть, они тоже, в общем-то, не росли. Это довольно интересно. Раньше, когда цена на нефть росла, то традиционно инвесторы уходили в защитные активы, уходили в металлы, сейчас мы этого не видим. И связано, на мой взгляд, это с тем, что настолько возросла турбулентность, настолько возросли риски среди мировой экономики и среди участников не только российского рынка, что участники рынка выбирают, по сути говоря, между какими-то такими совсем безрисковыми активами, коими сейчас, ну, тоже с изрядной долей натяжки, но можно считать, там, скажем, американские казначейские облигации десятилетки, по которым, по скорректированной инфляции, например, доходность уже отрицательная вообще. То есть, по сути, инвесторы кредитуют американское правительство, вот, чтобы получить сохранность. Что они делают всегда, в принципе? Ну, видимо, и будут делать в ближайшее время. Я понял. Хорошо. Ну, вот, тем не менее, давайте, если два слова скажем о внешних факторах, да, понятно, что отечественный наш рынок, он так следит пристально за тем, что делается за рубежом. Я позволю напомнить, некоторое время назад в гостях с аналитиками мы обсуждали тоже эту тему, и вот один из них, причем даже двое, да, в одной из программ, они сошлись на том, что все-таки в этом году вот сезонный фактор не будет играть традиционные роли, да, отсутствие объемов, отсутствие движения. Так сформулировали даже. Надо держать ухо востро. Ты согласна, Наташа? И с чем вообще это востро может быть связано? Ну, я не совсем согласна, потому что, мне кажется, все-таки летом мы опять увидим такой очень широкий боковик, без такой какой-то конкретной динамики. Но с чем держать ухо востро, это, конечно, в первую очередь ФРС. Заседание состоится в конце июля, в начале августа, итоги будут опубликованы 1 августа, и, соответственно, сейчас все какие-то события, которые происходят на рынке, инвесторы трактуют именно через вот эту вот призму ФРС. А там что? Что за идеи там? Куэтрида? Да, конечно. Представители ФРС сказали, что стимулировать экономику они готовы, но лишь в том случае, если состояние экономики еще ухудшится. То есть она, в принципе, и так уже слаба. Но вот если будет худшее состояние, то тогда, да, мы там что-то предпримем. И поэтому, в принципе, сейчас происходит такая картина, что на слабой статистике, соответственно, какого-то резкого падения не происходит, на хорошей статистике не происходит резкого роста. Получается, вот начался у нас сезон квартальных отчетностей, вот старт стоялся еще на прошлой неделе, отчетственности выходят преимущественно позитивные. Сейчас вот главным образом отчиталось три банка США, все отчетности превысили прогноз, и, соответственно, это такой очень позитивный фактор для рынка. Собственно, он должен расти, наверное, по логике, по крайней мере. По логике должен, но вот не растет. Не растет. Потому что банки, это вот также является частью американской экономики, соответственно, если в банках, то есть именно же банки реагируют на какие-то проблемы с ликвидностью, проблемы вообще-то финансовые в первую очередь. Если в банках даже не так все и плохо, то вообще какой смысл стимулировать экономику. И вот сегодня мы видели слабые данные, по розничным продажам в США. Данные оказались хуже прогноза, но, тем не менее, на них какого-то такого пролива не сформировалось. В моменте там немножечко просели, но фьючерс на S&P как торговался вблизи 1350, так и продолжил торговаться. Да, так и продолжает, я смотрю. Продолжает даже. Олег, в целом согласен с Наташей? Да, согласен. Единственное, я бы добавил о том, что, когда мы говорим о американских отчетностях, ну, во-первых, я не совсем согласен с тем, что они прям все уж настолько позитивны. Я напомню, что начался сезон отчетности за упокой, когда отчиталась Алкоа, и, в общем, отчетность ее представляла, мягко говоря, не самое радужное зрелище. Но Алкоу всегда отчитывается. Ну, потом, на самом деле, в общем, как-то более-менее разогнались. Но я хочу сказать о том, что инвесторы, ведь американские, они тоже уже, как говорится, не первый день на рынке, они смотрят даже не столько на отчетность банков как таковую, сколько через призму прошедших событий последних лет на фондовом рынке. Если мы вспомним историю 2008 года, то я напомню, что аккурат перед кризисом Лемон Брадерс, последний квартальный период, когда отчитывался Лемон Брадерс, у него был просто замечательный. Там был рост прибыли существенный и рост прибыли на акцию. И поэтому, я не говорю, что надо ждать, там, Крахов, там, с копом американских банков. Как только увидел рост прибыли на акцию, да, надо ждать 2008 года. Да, я хочу сказать, что просто инвесторы, они уже стали более, что и так, скрупулезно относиться к этим отчетностям. И, конечно, риск повысился. Причем повысился он не только в банковском секторе, да. Если мы посмотрим на положение дел в еврозоне, например, там, в общем-то, это все распространяется значительно дальше и шире. Рынок межбанковского кредитования, по сути, в Европе сейчас, ну, мало говоря, похож на цивилизованный рынок, он практически свернут. Вот, как только он, ну, хоть какие-то ростки, там, скажем, роста, назовем это так, покажет, да, извините за тавтологию, ну, понятно, о чем речь. Вот, тогда можно будет говорить о том, что, в общем, это будет сезон отчетности, да, в Америке будет поддержан как-то другими площадками. Тогда можно надеяться на какое-то позитивное движение в России в том числе. То есть сейчас, да, несмотря на статистику, я имею в виду, вот, сезон отчета, несмотря на эти цифры, рынок как-то на них не реагирует, не верит им или, может быть, просто ждет более серьезных каких-то... Ну, я бы сказал, что инвесторы просто уже, участники рынка просто уже устали, потому что за последние, там, несколько лет далеко не всегда официально... Во-первых, давайте такой важный момент, да, расставим точки над «и». Да, статистика, которая выходит в Америке, да, она далеко не всегда является уж настолько правдивой, которой мы ее считаем. Объективной. Да, и объективной, назовем это так. Потому что, скажем, та же статистика по рынку труда и статистика по, там, коэффициенту безработицы, хотя все зависит от методологии расчета. Как учитываются безработные, там, те, кто стоят, там, на бирже труда в течение какого-то времени, потом они эту работу уже, как бы, они... Нет, ну, у американцев методологии, тем не менее, они, так сказать, опробованы. Они опробованы, но они, их существует около трех-четырех штук, этих методологий, и опубликовывают результаты далеко не всех, обнародуют, вернее, результаты далеко не всех методологий. Поэтому, если, скажем так, покопаться в статистике, посмотреть в комплексе, то ситуация не сроки... Ну, это хорошая тема, Олег, спасибо. Давайте покопаемся после небольшой паузы. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы обсуждаем ситуацию на рынке акций. В гостях Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела институтной компании «Рекомтраст». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напомню вам, вы можете позвонить в студию, задать свой вопрос по телефону 65 10 99 6 или вопрос свой опубликовать на сайте финам.фм, и мы обязательно на него ответим. Если у вас будет собственное мнение, мы обязательно его прочтем. Ну что ж, я предлагаю продолжить. Олег, замечательная была тема в конце первого блока о формировании статистики разных подходов. Да, если говорить, ну скажем так, коротко, да, особо не растекаясь мысли по древу, то существует, например, если мы говорим о статистике по рынку труда, существует определенное количество организаций, есть организации аккредитованные, ну в первую очередь само Министерство труда Соединенных Штатов, да, есть ряд исследовательских центров, которые, в общем, дают статистику, ну примерно в русле официальной, есть ряд исследовательских организаций, которые дают статистику альтернативную. И все зависит от того, кого считать, например, в данной статистике. Если мы говорим о рынке труда, например, да, кто является безработным. Согласно официальной статистике Министерства труда, безработными считаются люди, которые не могут на протяжении, там, скажем, в течение двух-двух с половиной лет найти работу. Если мы говорим об альтернативной статистике, то в данном случае являются, подсчитываются не только те люди, которые были сняты с учета на бирже труда, но и те, которые после этого тоже, по сути, являются безработными. То есть официально они не учитываются, но де-факто они являются безработными. Естественно, такой уровень безработицы значительно выше. Поэтому, когда мы говорим, на что ориентируется ФРС, в принятии тех или иных решений по денежно-кредитной политике, нужно, конечно, понимать, что де-юре, он ориентируется на те данные статистики, которые публикуются, скажем так, официально и публично, а де-факто он может принять во внимание и те, которые также опубликуются, но не столь публично, как те, к которым мы привыкли. Вот о чем идет речь. И поэтому, когда я говорил, чтобы завершить свою мысль о том, насколько важна политика ФРС для мировой экономики сейчас и для мировых фондов рынков, нужно понимать, что тот портрет, который нам рисует американская статистика, если мы смотрим лишь, бросаем первый взгляд на эти данные, он, конечно, не совсем, скажем так, корректен, я бы не сказал, верен, корректен. Понятно. Ну, давайте, бог с ней, со статистикой, да, хотя без нее никуда, это понятно. Я хотел бы вот о чем у вас спросить, уважаемые коллеги, а что с еврозоной-то? Мы практически, сколько уж, наверное, без паузы полгода говорили о том, что вот-вот... Мне кажется, побольше. Побольше. Ну, побольше с паузами, может, с какими-то, а без паузы вот полгода, каждый день, каждый день. Вот-вот сейчас что-то случится в еврозоне, вот новый там, да, Греция сначала, потом Испания, Италия, все, все. Извини, пожалуйста, в одной из передач я где-то искрометную аналогию такую увидел, когда сравнивали Европу с автомобилем, который вот несется к краю пропасти, и у него уже два колеса над пропастью, и пока водители ничего не предпринимают, надо, чтобы, значит, он... Ручной тормоз еще не успокаивает. Почему не предпринимают? Они все-таки предпринимают. Нет, я так понимаю, что если мы даже это не обсуждаем сейчас, я так понимаю, что они уже дали задний ход, и у них все хорошо. Нет, ну они поняли, что действительно, там, дальше... Пока Греция еще хоть как-то на плаву, но хоть как-то они еще ее пытаются спасти, то, соответственно, о спасении такой страны, как Испания, не может быть и речи. Тут все очевидно, конечно, Испанию надо спасать. И после того, как Испания подала официальный запрос, то ей довольно оперативно объявили о том, что первый транш помощи будет уже предоставлен до конца месяца в размере, там, 30 миллиардов евро. А Испания запрашивала, напомню, до 100 миллиардов евро. Там окончательной цифры помощи еще нет, потому что сказали, что сначала будет произведен аудит, посмотрят, сколько действительно средств Испании может понадобиться. Ну, в принципе, вот такую помощь в размере до 100 миллиардов евро Еврогруппа готова предоставить. Это может быть уже даже осенью этого года ей уже оставшиеся деньги даже могут, в принципе, уже отдать. Вот сейчас думают, каким образом, там, как, что, помочь банковскому сектору Испании, потому что решили предоставлять банковскому сектору помощь напрямую уже, а не через государство. Ведь когда дают деньги государству, соответственно, увеличится его государственный долг. А потом уже дальше там государство кредитует банки. А так, если напрямую банкам дадут, то, соответственно, это уже и государством всем будет лучше. Но здесь еще с банками там не совсем понятно, потому что как там, схема сама еще не совсем ясна, там такие более уже подробности. Ну, это вот итоги последнего саммита, насколько я понимаю. То есть они придумали какой-то выход, а как этот выход будет работать, еще не придумали. Ну, вот еще не совсем, да, они еще там думают. Но вот до конца этой недели уже там собираются, в принципе, вот по поводу 30 миллиардов, какая-то уже там дальше конкретика уже там спасения банковского сектора должна появиться. У нас есть звонок от слушателя, давайте, собственно, попытаемся на него ответить. Алло. Алло, Владимир, добрый вечер, вы в эфире спрашиваете. Добрый вечер. Вопросик вот такой, значит, у нас акционирование предприятия производилось уже лет, наверное, так 10 назад, а может и побольше, вот, по тем ценам, которых уже нету. И акции были выпущены на тот момент в соответствии с теми фондами, которые были представлены. Иначе, так сказать, Минфин там и так далее не пропустили бы. Вот. Сегодня, значит, в результате капитализации, значит, прибыли, реализации прибыли и так далее, совершенно другие фонды у предприятий. А, значит, при том же количестве акций номинальная цена акций осталась прежней. Вот там, скажем, одна копейка, 10 копеек, вот как, скажем, возьмем этот пресловутый банк этот... ВТБ. ВТБ, да. Хотя он уже приобрел себе и второй банк, и еще там чего-то намыл. Совершенно другие цены. Вы говорите о предприятиях в целом, да, об акционерах, или у вас какие-то конкретные предприятия есть? Нет, ну вот я рассматриваю вообще вот все предприятия, понимаете? Значит, не кажется ли вам, что, значит, вот те номинальные стоимости акций, ее нужно как-то вот включить в годовой отчет и при утверждении, допустим, балансов на годовых общих собраниях, значит, утверждать и вот новую номинальную цену? Ну, а почему бы нет? По крайней мере, это будет прекрасный показатель роста, так сказать, предприятия. Вот есть вопрос, Наташа, что ты хочешь уточнить? Нет, я не уточню. Спасибо, Владимир, сейчас мы будем отвечать. Собственно, потому что здесь идет речь о разных понятиях, да. Номинальная стоимость — это одно, а вот в чем говорит дозвонившийся, это рыночная стоимость. Это, в принципе, сколько сейчас стоят акции. Ну, соответственно, при акции там публичных компаний, которые у нас торгуются на бирже котировки, мы видим. Когда, соответственно, не торгуются публично, то там уже дальше по вне бирже идет, там, конечно, не так все уже прозрачно и наглядно, но, тем не менее, здесь просто идет путаница понятий. То есть путаница именно номинальной и рыночной стоимости, Олег? Ну, безусловно. Интересно было бы посмотреть на либерализацию компаний, которые бы продавали, например, государство свой пакет по номинальной стоимости. Мне кажется, таким способом ликвидировать дефицит бюджета вряд ли мы смогли бы. Да, по одной копейке. Если говорить в целом, если можно, буквально два слова, хотел бы тоже добавить про ситуацию в еврозоне, о которой мы говорили. Я, в первую очередь, конечно, хотел бы сказать о том, что вот как-то принято и в прессе, и среди специалистов обобщать ситуацию вот с этими проблемами, с травмами еврозоны. Ну, вот Греция, Испания, Италия. Я хотел бы одну важную вещь, одну деталь привести. Извини, пожалуйста, я не понял. Обобщать? Обобщать с точки зрения последствий общего кризиса для всех стран. Ну, потому что речь идет о еврозоне в целом, наверное, нет? Да, якобы еврозона. Действительно, я согласен. Но есть одно важное но. Значит, один показатель. Значит, соотношение, значит, доля экономики Греции в общей экономике еврозоны чуть меньше 3%. И второй важный момент. Когда мы говорим о соотношении госдолга к ВВП, да, у Греции он там за 250% зашкаливает. Но если мы посмотрим на ту же Испанию, то это довольно интересная история. Он меньше, это соотношение меньше, там порядка 70 с чем-то процентов, чем и у Франции, и у Германии, у которых якобы все более-менее спокойно. В чем причина? Причина в том, что причины возникновения такой ситуации, они разные. Если в Греции к этому привел непомерный рост бюджетных расходов, то в Испании привел к этому, в общем, довольно-таки схожий частично сценарий того, что было в Соединенных Штатах в 2007-2008 годах. Вот вы только... Рынки недвижимости. Да, вы только вдумайтесь. Каждый третий дом частный в Испании является предметом залога у банков. Каждый третий дом. Я думаю, что если бы подобная ситуация была, например, в той же Греции, то мы уже давно бы говорили о Греции как уже о, собственно... О самостоятельной единице? Да нет, не то же самостоятельный, а наоборот, как о той стране, которую уже давно вбили последние гвоздь в крышку гроба. Вот, поэтому причины немножко разные. Я хотел бы просто к чему я это подвожу, что когда мы говорим об Испании, безусловно, Еврогруппа будет делать все возможное, чтобы ситуацию как-то взять под контроль. Но у Испании все-таки ситуация не столь, скажем так, плачевная с точки зрения экономии госрасходов. Все-таки резкое сокращение госрасходов, это в первую очередь резкое сокращение темпов экономического роста. И поэтому, если у Испании есть хоть какая-то промышленность, да, хоть какой-то шанс восстановиться там, ну, на различных условиях, получаемых от Еврогруппы, то у Греции, по большому счету, после вступления в еврозону, ее промышленность, она так методично сходила на нет, собственно. Если там было развито судостроение, сельхозпроизводство, то сейчас там, в общем, мало что уже осталось. И поэтому это, мне кажется, немножко две разные ситуации. В Греции ситуация гораздо сложнее. И вот исход греческого сценария, поскольку сейчас решение вопроса не происходит, просто происходит откладывание его на какой-то срок. Он пока остается, скажем так, ну, более пессимистичным. — Я в этом случае еще хотел вопрос задать. Вот ты так сравнил рынок недвижимости Испании, я имею в виду в глобальном смысле, да, с рынком недвижимости Штатов, который накануне восьмого года как раз рухнул и потащил за собой. — Я сравнил не в объем, не в стоимостном выражении. — А есть смысл тогда говорить о том, что рынок недвижимости Испании — это такая бомба замедленного действия, помимо всего остального? — Ну, если не дождется Испания нужной помощи в определенных суммах от Еврогруппы, то, конечно, да. Вот заметьте, что касается сумм, они увеличились. — Спасибо, Олег. Очень интересная тема. Давайте продолжим обсуждать ее через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор с моими гостями Натальей Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор» и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст». Собственно, закончили мы разговором о проблемах еврозоны, Испании и рынка недвижимости. Очень мне интересно. Олег, продолжи, пожалуйста. — Да, я хотел сказать о том, что если мы, например, будем в дальнейшем экстраполировать эту ситуацию на то, как это может развиваться, то здесь, конечно, на мой взгляд, есть несколько альтернатив. Но первая альтернатива, если говорить о Греции, то понятно, что откладывая проблему, решить ее пока не удается. И возможно, что то, о чем говорят многие уже и еврочиновники, и главный еврочиновник, ну, один из главных еврочиновников федеральной кассы Германии Ангела Меркель, которая была абсолютно против введения единых евробандов, потому что ее можно понять, отвечать по долгам тех стран, которые были приняты в еврозону, наверное, не очень хочется. И здесь один важный момент. Нужно помнить о том, как эти страны были приняты в еврозону. Вот если мы говорим о Греции, когда образовывалась еврозона, чтобы стать участником еврозоны, нужно было выполнять так называемые Маастритские соглашения, согласно которым не больше 3% должен был быть дефицит бюджета страны. А в Греции сейчас, напомни, еще раз. Ну, сейчас там долг ВВП за 230, по-моему, там, что называется, далеко. Небольшая разница. И большой вопрос, на самом деле, к тем, кто 10 лет назад эти решения принимал. То есть было понятно, что экономика, она развивается в Греции достаточно однобокой. Является ли для этих стран, о которых мы сейчас говорим, но не говорим про Испанию, Ирландию, Португалию, Греция, является ли вообще для этих стран в долгосрочной перспективе столь крепкая валюта, там, скажем, решением экономическим на долгие годы вперед. Вот эти вот 10 лет развития еврозоны, они поставили, в общем-то, эти посылы, которые изначально, в общем, ставились под большой вопрос. Мне думается, что вот то, что происходит сейчас в еврозоне, это большой повод для переосмысления вообще размеров и границ еврозоны в большой такой отдаленной перспективе. То есть есть возможность сейчас такая, да? Ну, по крайней мере, это уже такой очевидный, уже даже не сигнал, а просто-таки горящий факел, подумайте. Я прерву ненадолго, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего гостя. Алексей, добрый вечер, вы в эфире. Да, здравствуйте. Ну, я бы хотел в первую очередь сделать несколько комментариев, которые, к сожалению, не раскрываются. Первый комментарий, который бы мне хотелось донести до телезрителей, в том числе, чтобы прокомментировали оратор, это первое, что, когда неправильно есть интерпретация соотношения долга к ВВП. Долг к ВВП – это абсолютно вторичный показатель, по которому невозможно определить, в каком состоянии находится, соответственно, положение как финансов, так и долгового рынка государства. Потому что есть такие параметры, как, соответственно, кто у нас владеет этим долгом, кому принадлежит большая часть долгов, на банковском, на секторе, кому они резиденты или не резиденты. Тот же, например, если взять пример с Японии, то там долг тоже 200% ВВП. 20 лет прекрасно существует, экономика же ни шатка, ни валка растет, инфляции нет, и поэтому, в принципе, сам по себе критерий долга ВВП, он вторичен. Гораздо есть там более сложные критерии, которые можно оценить. И еще один момент, который я хотел бы, чтобы прокомментировали они, почему все, когда оценивают проблемы еврозоны, говорят о периферийных странах. Ведь сама проблема еврозоны только в одном, что есть Германия и есть все остальные. Если вы возьмете, посмотрите Таргет-2, в отношении всех банковских платежей внутри еврозоны, то в активах у стран еврозоны, у Германии, у нее чистая инвестпозиция. То есть они являются чистым кредитором периферийных стран еврозоны. И поэтому, когда мы говорим о любой стране еврозоны, мы должны понимать только один вопрос. Нужно ли Германии еврозоны или нет? Потому что если анализировать торговый баланс за последние 10 лет, то единственная страна, которая выиграла от вхождения в еврозон, это была Германия, но частично Франция. Поэтому я бы хотел, чтобы ораторы прокомментировали именно инвестпозицию каждого конкретного государства и сказали свои мысли по этому поводу, кто несет все-таки конечные риски. Спасибо, Алексей. Спасибо, очень интересная вопрос. Можно я выскажу? Давай, Наташа. Во-первых, по соотношению долга и ВВП никто не говорит о том, что это самый главный показатель. Последний, да? Потому что все показатели, безусловно, нужно рассматривать в комплексе. То есть если есть там, скажем, ну, к примеру, высокий там долг, но при этом, может быть, там ВВП растет стремительными темпами. Тем не менее, никто это как такую очень, такую суперпроблему, никто это так ставить не будет. Потому что действительно, а когда идет рост о том, что, в принципе, рецессия в экономике, и при таких размерах долга, вот это уже вот все вместе в совокупности. Обслуживать-то его как-то надо, да? Конечно. И потом, даже вот если, опять же, говорить об уровне долга, то, соответственно, конечно, да, нужно рассматривать, кому этот долг принадлежит. Но если, например, весь этот долг, скажем, находится в банковском секторе или там еще на каких-то предприятиях, то это тоже не есть хорошо. То есть, понятно, такой анализ может говорить только о том, где эта бомба замедленного действия находится. Но не более того, все равно долг есть, и тем не менее, то есть, проблема существует. А, кстати, вот пример с Японией, он тоже показателен, да? Чем там характерен этот долг, видите, Алексей называет это. Там тоже, да, порядка 200 процентов. Ну, 210. 210, но там не менее там есть. В Японии там вообще уникальная ситуация. Там, в принципе, экономика вообще по-другому развивается, да, по-другому устроена. Тут просто сравнивать Японию, ее нельзя сравнить там с еврозоной, сравнить там с США. Вот, в принципе, там вот еврозоны и США, они хоть как-то сравнимы, но тут надо сразу в еврозоне смотреть на то, что действительно объединили, то есть, совершенно разные страны. Объединили промышленно развитые страны, объединили вот с такими периферийными, у них нет ничего общего, кроме каких-то вот географических... Ну, кроме границ, которые... Ну, границ, да, географических особенностей. И единой валюты, которые тоже по этому поводу. Ну, это, да, потом сделали. Олег, ну, давай вот, собственно, второй вопрос нашего слушателя, касаемый Германии и все остальные. Да, по поводу Германии. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще вначале понять о причинах, понять причины появления еврозоны. Сама еврозона, вот, справедливо, моя коллега заметила о том, что абсолютно разные были страны объединены в единый валютный союз экономический с разными показателями темпов роста, с разным уклоном промышленности, с разной ориентацией. Ну, а если мы говорим в интересах кого, по большому счету, была создана еврозона? Да, мы говорим там об облегчении экономических режимов, об упрощении расчетов, там, в едином банковском пространстве. Это понятно. Но первично это было сделано в интересах глобальных транснациональных корпораций, которые так или иначе функционируют на территории еврозоны. Поэтому, когда мы говорим о Германии, безусловно, Германия является европейской страной номер один по количеству компаний, я не говорю транснациональных, которые ориентированы на экспорт. По сути говоря, именно экспорты являются движущей силой Германии. Поэтому для них, безусловно, введение евро это плюс. А когда мы говорим о периферийных странах, я абсолютно согласен с тем, кто задавал вопрос относительно того, чем же интересно этим странам было вступление в еврозону тогда. Тогда, собственно, эти страны, по большому счету, надеясь на то, что они получат крепкую валюту, в обмен, по сути говоря, отдали свои рынки сбыта тем корпорациям, которые пришли на территорию Евросоюза. То есть они стали неконкурентоспособными. И поэтому, когда слушатель заявляет о том, что, собственно, это только в интересах Германии и Франции, я ему отвечу, что ничего подобного. Потому что филиалы этих корпораций находятся абсолютно во всех странах еврозоны. Вот и все. То есть, другими словами, все-таки первично здесь некая экономическая подоплека, с точки зрения... Но она всегда первична. Ну, конечно, формирование еврозоны на тот момент было выгодно всем странам. Если бы это было кому-то невыгодно, соответственно, этот бы кто-то в еврозону просто не вступил. Для Германии была выгода в том, что она получает для нее, напротив, довольно слабую валюту. То есть, если говорить о немецкой марке, то есть, ее курс был бы выше. А, соответственно, поскольку для Германии... Но он и был на тот момент, да? Да, главный экспорт... Марка к доллару была выше как раз. Экспорт выгоднее совершать, естественно, при дешевой валюте. Естественно, Германия получила слабый евро. И, в принципе, за счет этого слабого евро, я думаю, что за счет вот этой валюты Германия уже для себя все уже выжила. То есть, в принципе, ее же даже это больше уже не так интересно. Касаемо... Ты имеешь в виду сейчас, да? Ну, уже да, потому что сейчас уже для Германии больше проблем, потому что Германии приходится вот за такую выгоду теперь просто расплачивать. Ну, собственно, поэтому все заявления госпожи Меркеля против введения различных единых евробандов и участия Германии в тех или иных стабилизационных механизмах, оно же всегда проходит самым большим скрипом. Потому что для немцев это самая большая цена, по большому счету. За тот высокий уровень жизни, вот там среди большинства стран еврозоны, они вынуждены расплачиваться вот своим таким положением, которое сейчас у них есть. И в дальнейшем, по всей видимости, вот это вот трение Германии и немецких чиновников с другими еврочиновниками, оно будет только усиливаться. Потому что, например, среднестатистический немец абсолютно не желает платить за среднестатистического грека. Что у них может быть общего? Ну, наверное, что-то есть, но мало что. Ну, очевидно. Практически ничего. Ну, а выхода-то нет все равно. Ну, мне кажется, конечно, еврозона вот в таком составе, как она сейчас там существует, ну, в принципе, это невозможно. Потому что, в принципе, ну, Германия не может существовать вместе вот с Грецией. Ну, в частности, это просто крайность такие. Ну, невозможно это. То есть я думаю, что просто когда создавали вот этот валютный союз, никто тогда, в тот момент, не думал, чем это может потом обернуться. Но сейчас уже все равно. О плохом никто никогда не думает. Ну, что это будет вот в такой, в таком размере, да, в таком формате, я думаю, просто не предполагали. И еще один момент в качестве добавления. Безусловно, я не буду сейчас вдобаваться в детали. Когда мы говорим о любом экономическом союзе, который так или иначе появляется, нужно, конечно, говорить о политической подоплеке. Но это не тема нашей передачи. Просто об этом тоже нужно не забывать. И еще один момент, что касается того, что уже может быть дальше. Мне думается, что, конечно, вполне вероятен сценарий после дальнейших таких процедур откладывания объявления Греции дефолта. Но в рамках еврозоны сейчас это была бы просто катастрофа. Поэтому, скорее всего, так или иначе, будет вынуждено европравительство разрабатывать тот или иной механизм выхода страны. Потому что интересная же ситуация. Когда в 2002 году был создан валютный союз, механизм входа был прописан. А вот механизма выхода нет. И поэтому сейчас, наверное, через какое-то время этот вопрос довольно актуально встанет. Ну и потом, когда уже Греция, скажем, сможет выйти из еврозоны, тогда уже там это будет мало интересовать и немцев, и всех остальных. Ну, опять-таки, ты говоришь, механизма не было выхода. Сейчас его пропишут, то это будет неким прецедентом. Мы об этом тоже говорили раньше. Почему Грецию, да, ну, один из вариантов, одна из версий. Почему Грецию не пускают и всячески хотят ее оставить внутри зоны? Потому что раньше никто не думал о том, что вообще, в принципе, какая-то страна может там выйти из еврозоны и, в принципе, вообще там объявить дефолт. Соответственно, если бы вот в Греции сразу вот, когда узнали о таких финансовых проблемах... В 2010 году, по крайней мере, можно было бы... Ну да, как это вот вся только история начиналась, и, соответственно, Греция резко объявляет дефолт. Это была бы, в принципе, просто катастрофа, потому что греческие облигации находятся на балансах банков. Банки, получается, сразу рушатся, потому что параллельно же, если Греция объявляет дефолт, то идут атаки на банды Испании, Португалии, вот этих всех стран. Соответственно, им тоже приходится объявлять дефолт, потому что им бы в тот момент ничего другого бы не осталось, потому что там бы такие крены на рынках возникли. И замечу еще, что ответственность, ответственность по греческим обязательствам, в этом случае, пока она является членом еврозоны, несет не одна Греция, а солидарно несут все страны-участники Еврозоны. Поэтому, в общем-то, это тоже такой был сдерживающий момент. Поэтому, когда мы говорим об исключении, во время дефолта Греции, то, наверное, только вне пределов еврозоны. Вот по поводу дефолта, если вы помните, ну, наверняка, простите, вы помните, в прошлом году 50% списали долгов. Это не было дефолтом, ну, как там, технически? Ну, это все рассматривают как, например, рейтинговое агентство расстояние, или это как частичный дефолт какой-то. Да, то есть это у всех понятное дело, что если страна списывает половину долга, это уже говорит о том, что, в принципе, в стране все плохо. Ну да. Но сейчас уже речь идет о том, что если раньше это была бы, в принципе, вообще катастрофа 100%, если Греция выходит из еврозоны, то сейчас уже все даже морально как-то с этим свыклись. И, конечно, если Греция объявляет дефолт... Психологически, да. Да, то, соответственно, конечно, все равно вот эти вот атаки, они пойдут на другие облигации. Но, скорее всего, они... Аташ, спасибо. Давайте продолжим этот разговор через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это программа «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о ситуациях на финансовых площадках. А, собственно, наш разговор сегодня... Мы обсуждаем, точнее, достаточно широкие вещи, такие достаточно общие вещи, достаточно интересные вещи, потому что, как оказалось, основных идей на отечественном рынке мы не нашли, и он очень скучен по мнению моих сегодняшних гостей. В гостях у меня, напомню, Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор» и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст». Ну и еще раз я напомню слушателям, которые сегодня активны, слава богу, что вы, уважаемые друзья, можете позволить нам в студию задать свой вопрос по телефону 6510-99,6, либо свой вопрос опубликовать на сайте финам.фм. Ну что ж, давайте продолжим, собственно, мы сегодня о еврозоне. Я... Единственное, что... Ну, наверное, чуть позже мы к этому вернемся. Вот... Вся эта картина маслом, касаемая еврозоны, да, и возможные дефолты, значит, пути, способы борьбы с этим, это все очень интересно, но, тем не менее, если говорить о ближайших перспективах, то есть какие-то даты, конкретные даты, да, которые мы можем назвать или не можем назвать, в которые произойдут некие события, да, дающие нам основания предполагать, что... Евросоюзу жить или Евросоюзу... Да, уже, в принципе, все даты прошли. Все даты прошли? Да, уже все даты прошли, уже всем понятно, что будет с Грецией, что Грецию, скорее всего, держать не будут. Ну вот, а когда, скорее всего? Вот надо, опять какой-то очередной саммит же должен произойти, приехали, опять говорят, давайте Меркель-банды, она говорит, не буду, хлопнула дверью и ушла, и все, и посыпалась. Вы знаете, как правильно сказал Олег, должен быть механизм какой-то выхода страны, то есть вот как дальше, как вывести страну из еврозоны. Я с Олегом абсолютно согласен, ну смотри, механизм этот прописывают, предположим. Это не так просто его прописать. Это не так просто, чтобы дальше, например, Греция вот с этим совсем грузом, понятное дело, она при выходе там являет дефол. Наташа, извини, пожалуйста, я, собственно, почему интересуюсь-то? Потому что очень скоро, какой там, 21 декабря 2012 года, ты же понимаешь, совсем не за горами. Мне кажется, тогда нам уже... Ничего себе страшного. Можно не волноваться. Вот, вот, я хотел бы знать, сколько вообще еще нам предстоит продержаться на плаву. Но мне кажется, до вот американских выборов, которые состоятся там в ноябре, я думаю, что с еврозоной каких-то глобальных потрясений не будет. Потрясений не будет, да? Давай, Олег. Ну, по поводу американских выборов, тут, да, есть в этом какая-то там доля справедливости, но о конкретных датах, наверное, говорить тоже сложно. Я вот после этих масштабных, по-моему, только с третьей попытки завершившихся выборов в парламенте Греции, после этого, там даже со второго, да, вот там даже и до сих пор, по-моему, конкретных дат никто назвать не может. Там вначале говорили о, значит, в начале 13-го года, потом говорили о конце 3-го квартала. А ты чего сейчас, ты о чем говоришь? Когда Греция, значит, хоть как-то каким-то там близким целевым показателем сократит свои вот эти показатели, да, кризисные. Ну, вот я, на самом деле, разделяю эту точку зрения о том, что, по большому счету, греческий пирог, европейский пирог, да, в общем, греческого ломтя, наверное, лишится через какое-то время. Ну, потому что объективно, вот мы когда, кстати, еще раз возвращаясь, вот справедливо кто-то из дозвонившихся сравнил ситуацию с Японией, да, и сказал, что Япония тоже достаточно большой показатель соотношения долга ВП, а как же там? А в Японии-то есть промышленность. В Японии есть высокотехнологичная гражданская промышленность, которая имеет высокую добавленную стоимость, которая худо-бедно, даже при достаточно волатильных курсах национальной валюты, приносит стране дополнительный доход. А что есть в Греции? Туризм. Туризм. Вот я тоже хотел сказать. Сегодня мы говорили, когда отпуск скоро, куда поедешь? Вот в Грецию я поеду, в конце концов, давайте поможем ей хоть своими скромными силами. Ну да, потом туда не добраться. Забастовку строят в аэропорте, и потом не туда и не обратно. Хорошо. Значит, собственно, давайте тогда попытаемся каким-то образом резюмировать. В общем, проблема Еврозоны остается проблемой. Пути решений, ну дайте в поиске, наверное, да, все-таки? Ну, конечно, понятное дело, что Еврогруппа не сидит на месте. Не сидит на месте, слава богу. Ну, я бы сказал, в процессе формирования. В процессе формирования поиска. Да, 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 именно. Это замечательно. Что нам делать, Наташ? Что нам делать в это время? Кстати, я вот сейчас опять заглянул на сайт, и вот здесь есть ссылочка, что... Завтра, по-моему, да, выступают Бернанки два дня подряд. Причем, что интересно, он выступает, очень интересно, он выступает аккуратно через два с половиной часа после того, как выходят данные по инфляции. То есть будет оправдываться. Это будет интересно посмотреть. Многие считают, что это как-то повлечет выступление, да, и немножко скорректирует тон. Ожидание там чуть лучше, чем предыдущее было значение. По-моему, там было 2,3, сейчас 2,2 ожидают. Вот. Ну, на самом деле, вот по большому счету, вот если говорить о том, что нас может ждать в связи с этой речью Бернанки, было объявлено о том, что немножко, скажем так, модернизируется операция Твист. Короткие долги американцев аккуратно запаковали в долги длинных. Да, немножко опять это, скажем, решение этого вопроса оттянули, причем оттянули значительно дальше. Вот. И что касается количественного измягчения третьего, то здесь, безусловно, всегда перед ними вот маячит вот эта вот дилемма. С одной стороны, инфляция, а с другой стороны, вот эта вот депрессивная ситуация на рынке труда, которая куда как ни возьми, она по-прежнему остается тяжелой. Вот. И поэтому, когда там малейшие какие-то идут изменения, показатели инфляции вниз, то сразу начинают говорить о том, что Бернанки и ФРС, наверное, может быть, даже повысят ставку. Хотя, на самом деле, повышая ставку, укрепляя доллар, к большому счету, даже ФРС не нужно делать повышение ставки и укрепление доллара. Пока большинство стран имеют золотовалютные резервы, там, большая, большая доля золотовалютных резервов в долларах, собственно, зачем ее укреплять? Она и так, в общем-то, хорошо себя, неплохо чувствует. Ну, то есть... Да, Наташа. Ну, насчет инфляции добавлю, что действительно сейчас, конечно, инвесторы будут смотреть, обращать внимание на инфляцию, на потребительскую. Вот напомню, что на прошлой неделе вышли данные по производственной инфляции, и там напротив данные оказались выше прогноза, и это, в принципе, так уже какое-то напряжение внесло на рынок. Конечно, производственная инфляция все-таки не потребительская инфляция, но, тем не менее, если производственная инфляция есть, то, соответственно, и потребительская инфляция может оказаться выше вот тех цифр, которые ожидают. И, соответственно, возможно, это принесет, в таком случае, конечно, пессимизм на рынок, потому что, если еще инфляция выше прогноза, то, конечно, шансы на Q3 снижаются. Возможно, по этому поводу там Бернанке что-то смягчать. Ну да, там же два показателя. Просто индекс, базовый индекс, который не включает в себя те или иные группы товаров и услуг. Поэтому в последнее время его тембр и, скажем так, его манера говорить на вот этих своих спичах, да, она сильно зависит от того, что инфляция пока... Хорошо. Ну вот, собственно, видите, как мы в краткотрочной перспективе. Мы с вами, да, некий ориентир нашли. Это завтрашнее и послезавтрашнее выступление Ксайна Бернанке. Может быть, оно действительно какой-то драйвер даст. Тем не менее, сейчас я смотрю, вновь обновил. Ну, американцы индексы, собственно, практически не изменились. Наши уже закрываются и перешли в зеленую территорию, хотя тоже там плюс 0,3%. А вот нефть уже выше 102, золото выше 1590, евро-доллар продолжает расти. Это может о чем говорить? Это ожидание завтрашнего выступления? Ну, я не думаю, что это ожидание завтрашнего выступления. Это может быть как раз хорошая реакция на слабые данные по ровничной продаже. Я бы, скорее, так бы это интерпретировала. Я бы вообще, вот если говорить о выступлениях Бернанке, да, выступлениях даже не только Бернанке, господина Драги, председателя Евроцентробанка, я бы на самом деле все эти выступления объединил бы под таким одним словом. Вот. И слово это... Только не ругательное. Нет, 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 безусловно, что вы, конечно. Слово это, оно характеризует, скажем, общем такое вот состояние и американского, и европейского рынка. Называется неопределенность. То есть и чиновники из ЕЦБ, и чиновники из ФРС, ну, с ФРС, может быть, чуть с большей, там, скажем, долей уверенности, потому что все-таки крепкая валюта, худо-бедная, она, в общем, как-то позволяет надеяться на какой-то позитив, да? Ну, и просто это все-таки Штаты. Ну, да. Вот. А по большому счету, вот это вот состояние неопределенности, из которого мировой рынок вышел после первой вот лавины вот этого кризиса, после восьмого, там, девятого года, оно, по большому счету, никуда не делось. Поэтому, когда говорят, вот, очень популярен был в свое время вопрос, а ждете ли вы второй волны? И я всегда, знаете, как на него отвечал, а закончилось ли первое? Вот. Поэтому, мне кажется, тут нельзя говорить о волнах, просто есть какое-то состояние такое повышенной неопределенности и турбулентности рынков, которое, по всей видимости, заставляет нас привыкнуть к такому положению дела и уже совершать свои инвестиционные действия именно в таких условиях. Ну, Олег, согласись, невозможно жить в вечном положении неопределенности, состоянии определенности. Ну, когда она может, я не спрашиваю, когда она наступит определенность, но когда она может наступить или когда хоть что-то может сдвинуться? У меня определенность у нас обычно наблюдается летом, летний сезон, потому что вот ни вверх, ни вниз, порастем, потом все равно упадем. То есть вот таким каким-то очень, с большими горками у нас торги обычно летом происходят, а вот осенью там уже, вероятно, формирование тренда. И с учетом того, что все-таки в ноябре выборы, я жду все-таки восходящей динамики, там уже должны, я думаю, подрастить. Есть предвыборные ралли. Ну, можно на предвыборном ралли, да, назвать. Как только появится какая-то локальная корпоративная идея, ну или несколько локальных корпоративных идей на рынке, тогда можно будет говорить о том, что... Не появится, нарисует. Да, тогда можно будет говорить о том, что неопределенность... Учитывая, да, как сегодня Олег рассказывал, статистики. Давайте у нас есть вопрос, послушаем его. Это Сергей, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Ну, как известно, не секрет, кто в экономике разбирается, что кризис это управляемый, заранее спланированный процесс. И вот как вы считаете, как надолго будет он распространяться, насколько алчные эти типы мировых финансовых кругов банков? Воротил. Спасибо, Сергей. Ну, на самом деле, вот то, о чем мы с вами говорили в паузе, я не миновал этой темы на мировой заговор и все это вот, как это, кукловоды, да, консорциум. Давай, Олег. Ну, не знаю, мне кажется, как только вот эти вот самые вышеупомянутые господа найдут на кого переложить свой долг, который, в общем-то, у них достиг довольно-таки больших размеров, тогда, в общем, наверное, какая-то активная фаза завершится. Ну, я бы, на самом деле, не связывал это уж напрямую там с какими-то различными теориями, просто, по большому счету, та мировая финансовая архитектура и та денежная система, которая была принята еще там несколько десятков лет назад, в связи с чем... Ну, то, что после Бреттон-Вудова, да, Вене? Да, ну, потому что Бреттон-Вуд не предполагал срочного рынка и не предполагал, что объем срочных контрактов в год будет превышать 2,5 квадриллиона долларов. Вот это он точно не предполагал. И поэтому нужно... Ты цифры такой не знал, наверное. Да, и цифры такой не знал. И поэтому, наверное, каким-то образом нужно будет адаптироваться к этой новой системе. Как только адаптация произойдет, наверное, неопределенности и снизятся. Наташа. Ну, здесь, мне кажется, вот сейчас, вот если вдаться в тему заговора, получается, вот, скажем, у штатов, у них же очень, соответственно, высокий долг. Соответственно, каким образом можно там избавиться от этого долга? В данной ситуации, в принципе, только, соответственно, ослабить свою валюту, там, напечатать доллары и, соответственно, с долгом как-то расправиться. Но здесь тоже, получается, они напечатают валюту, доллар упадет очень сильно. А что же тогда с евро? А мы евро тоже вот его... Рух, обвалим, и тогда вроде валюты опять в балансе будут. Опять у нас все хорошо и здорово. Ну и славненько. Спасибо огромное. Друзья мои, я буду закругляться. Это программа «Сухой остаток». Напоминаю, у меня в гостях Олег Абельф и Наталья Лесина. Ну, а всем уважаемым слушателям, я хочу сказать, мы ждем определенности. Определенность обязательно будет. И успехов на рынке. Всего хорошего.